Доброе время и суток. Добро пожаловать на канал Пермрансер. Это новая серия про игры образа Fire 3. Приятного просмотра. В прошлой серии мы всё-таки добрались до Вилурского тракта, по-моему, он так называется, или как-то по-другому. Ну, короче, до дороги, до большой, между Виндией и какой-то там шахтой Дианы, по-моему. Вот. Чё, мы немножко повоевали, поизучили немножко талантов. Мы поспали, кстати, в гостинице первый раз, немножко подзакупились. Ну и сейчас направляемся в дом Баньяна. Пойдёмте в дом Баньяна. Так, выходим из деревни. Обратно в лес продолжим качаться заодно. Так, маг всё так... Ну, тут учитель маг, он по-моему, магом был, так и не пришёл. Надо будет ещё удочку купить, я думаю, будет правильно купить удочку. И немножко посмотреть рыбалку, и вообще, что нам даст такая вещь, как рыбалка в этой игре. По идее, мы там новым рыбке, можно будет и этой рыбкой отхиляться в итоге. Так, нападают. Кто на нас нападает? Нападает Глазоклёв. Глазоклёв тащили. Так, ну, всё так же по отработанной схеме. Начинаем пытаться у него что-нибудь своровать. Если сейчас со второго раза ничего не получается, то бросаем эту затею. У нас небольшой там запасик есть, этих лечебных травок, всего остального. О, ягодку с него выперли. Всё, можно его добивать. Мы совсем малость выкачались, тем не самым. Купили новую броню. О, четвёртый уровень. Так, у Би появилось очищение. Это, скорее всего, от ядов, от всякой такой херни. Немножко силы возросло, защита и интеллект вырос. Ну, хпшки и способности тоже. Так, а у Типа появился мороз, заклинание. Четыре интеллекта выросло. Две силы, две защиты, одна ловкость. И по четыре силы, ой, по четыре способности жизни. Так, ну что, продолжаем. Пойдёмте в домик Буньяна. Буньян, по-моему, вот здесь живёт, да. Ну что, входим. Ну, заперто. Рэй, у нас мастер по взлому замков. Так, значит, нам нужен Рэй. Рэй открыт замок. Так. Как я и думал, никого. Будь осторожен, Рэй. Будем сильно шуметь, нас услышит. Хорошо, давайте разделимся. Разделимся и тщательно все основим. Только тихо. Ну, тут просто обязательно должна быть какая-нибудь еда. Рюц. Тихо. Веди себя тише, Рю. Расслабься. Так, ну, короче, у нас появилась блюдца, которую мы, скорее всего, сможем потом продать. Так, в ящиках шкафу нет ничего. Давайте с нашими побухтим. Еда, еда. Где еда? Ну, да. Смотри. Посмотри под ноги. Логично. Поспать там нельзя здесь, конечно же. Так. Ну, здесь, по сути, больше и нет нигде. Ничего. Так, здесь дрова у него лежит, от которой он 12 рубил в первой серии еще. Есть. А здесь что-нибудь? Опа, вяленое мясо. Отлично. Хоть какая-нибудь еда, типа, нашлась. Нашел что-нибудь? Махать головой, типа, нашел. Что здесь, есть вида? Отлично. А теперь валим отсюда. свалили. Опа. Ой. Стрикан вернулся. Плохо делаю. Пойду осмотрюсь. Если что-то пойдет не так, его отвлеку. Я его отвлеку, а вы выбирайтесь. Поняли? Минус Рей. Все будет в порядке. Рей так просто не... Опа. Походу просто. Пойду-ка я... Пойду-ка я проверю, что там случилось. Не беспокойся. Мы непременно выберемся отсюда. Правда? Ну че, ну теперь и наша очередь. Такая тишина. Блин. Ну выходим, че. Я знал, что вы что-то замышляете. Но я и подумать не мог, что вы заберетесь ко мне в дом. В такое тяжелое время, когда все страдают, вы разве не слышали о том, что кто не работает, тот не ест? Заткнись. Мы работали. Вы так и не поняли. Грабить людей это не работа. Я уже было хотел вытурить вас из леса, но... Если вы пообещаете исправиться, я мог бы обо всем забыть и простить вас. Что ты задумал? Рей, ты ведь у нас крепкий парень. Правда? У меня есть для тебя работа. Слышал о горе Глаус? Так ведь? Огромная такая гора, к северу от леса. Ты узнаешь ее, когда увидишь. Я хочу, чтобы ты сходил туда. Ты понял? Не беспокойся. Только я... Что насчет них? Не беспокойся. У меня и для них работ янка найдется. Будешь держать их в заложниках, чтобы я не сбежал, да? Ладно, все сделаю. Не знаю для чего, но я схожу туда. Ты теперь из-за главного типа. Эй, старикан! Нам-то что сделать? Работа типа. Чтобы поесть, нужно сперва поработать. Я хочу, чтобы вы нарубили дров. Все очень просто. Типа ставит бревно, а Рю его рубит. Ты же умеешь обращаться с мечом? Правда? Нужно просто нажать кнопку треугольник. Если поторопишься, заденешь типа. А если промедлишь, то промахнешься. Разрубить как можно больше дров, разрубить как можно больше бревен, пока я не скажу вам остановиться. Все поняли? Ну, да, понял. Плевое дело. Да хоть с закрытыми глазами. Давай, Рю. Чем раньше начнем, тем быстрее закончим. Хорошо, и начали. Эх, промахнулся. Довольно. Хм, 19 бревен, неплохо. Ну вот, мы поработали. Теперь не будем, не будешь жаловаться, если мы будем воровать. Если вы и дальше будете воровать, обкадывать других людей, то когда-нибудь вы жалеете об этом. А, кого это волнует? Совсем скоро мы станем великими ворами и распрощаемся с этим местом. Я ничего не боюсь. Пошли за Рейм, Гэп. Ну, теперь да. Теперь мы остались вдвоем. Воровать, скажем так. Не воровать, а как-то. Ну да, все правильно. Воровать у монстров предметы больше не получится. Поэтому будем воевать с ними. Сразу воевать. Убитим по лицам, так сказать. Уровень у нас немножко подрос. Теперь у нас почти такой же уровень, как Уре. Что? Гори Глаус? Или как? Или попробовать пойти еще раз этого мага посмотреть? Может быть, после этого он там появился? А, нет. Я вспомнил. Я вспомнил. Как это называется? Умаг появится как раз-таки только после этого. Глауса, Горы. Так. Давайте сначала, наверное, вздремнем здесь. Предметов на лечение у нас хватает, я думаю. Так, ну что, давайте поговорим с типа. Давай быстрее. Нам нужно идти за Рейн. Гори Глаус находится на севере кетрового леса. Ну, окей. Это я помню. Так, что вы хотите сделать? Ну, во-первых, я хочу отдохнуть. Сейчас нам предложат сохраниться. Нет, гляньте, не предложили сразу сохраниться. Над самому. Что вы хотите сделать? Ну, я хочу сделать запись о путешествии. Так, ну, давайте пойдемте на Гору Глаус. Я думаю, у нас все выйдет. Так, что у нас тут? Так, у нас был заклю и опять нападают. Так, давайте сначала одного убьем. А с второго по полной вылучить какие-нибудь навыки. Так, хорошо. Теперь изучение второго. Интересно, как часто он пользуетесь слепящим ударом? Вот вы просто. Ну, ты издеваешься? Ну, давай. Так, третий раз уже. Да он действительно издевается. О, неужели? Рю изучил слепящий удар. Отлично. Теперь у нас еще одно заклинание есть. Ну, как заклинание. Давайте ударим слепящим ударом как раз. Он все равно не отнимает никаких очков способностей. И вот вопрос. Мы его ослепили или не ослепили, интересно? Походу, ослепили. Ну, критический удар он не пережил. Так, семь очков опыта. Ягодку получили. Ну, когда воруешь именно вещи у монстров, как-то ягодки можно и по две выбить, типа того. Так. Мне что-то подсказывает, что вон тот маленький камушек надо выпнуть оттуда. Слишком он как-то выделяется. Блин, довольно-таки больно бьют на самом деле. Мне кажется, нам надо подкачаться перед этим. И что мне интересно подсказывает, что надо спуститься и сломать этот камушек. Наверное, то, что он действительно выделяется. А, мы веку тем самым перекрываем. А вдоль реки, если пойти... О, малышек в сундуку. Сфера ветра. А что за сфера ветра? Что она даёт? Где она? Есть это вообще? Вот она. Ветра, наверное, атака по всем целям. Обычные вещи, боевые вещи. Давайте их боевые вещи вверх поднимем. Так, что у нас? Витамин 100 очков. Ну, короче, на 5 сутен можно полечиться. Лечебная трава немножко. Давайте ягодками немножко подхилимся. Их вроде немножко, но... Можно подхилинуться немножко. Так, опять нападают. Кто на этот раз? О, Кузбургер. Страшная херня, очень страшная на самом деле. Бьёт довольно-таки больно, насколько я помню. Ну, а с неё можно неплохо денежки вырубить. И... Заклинание сону мы с неё всё равно не получим. Это я уверен. Потому что она в сон может подвергать наших ребят. А хп-шек у неё дай дорогу. Поснулось. Давайте пламенем стукнем. Орел его с лекящим ударом попробует ударить. 5 хп. Ну, блин, жить можно, скажем так, от его удара пожирания. О. Огонь довольно-таки сильно бьёт его. Приятно. Так, продолжаем бить огнём. Тогда, раз его огонь бьёт, хорошо. Так, опять пожирание. 4 хп. Ну, вы проживёт эти атаки. Да ну и типа выжил бы. Так, победа. 12 очков опыта получаем. Во, 40 зеней. Я же говорю, с него денежка падает неплохо. Но главное, не наткнуться на двоих таких. Так... Что у нас здесь дальше? А у нас здесь есть камушки, под которыми могут быть какие-то предметы. Скорее всего. Осторожнее, Желая. Давайте поизучаем его. Хм. А оно что-нибудь делать будет вообще, нет? А иначе мы так все хп-шки у них посадим. Понятно. Оно ничего не будет делать. Мы просто так потратили хп. У нас есть вечерная трава, поэтому... Вылечиться мы в любом вылечимся в случае. Так, 8 очков опыта, 7 зеней. Предметиков жалко нету. Угу. Давайте как-нибудь камушек попробуем пнуть. Да ешь, что-то налево. О, дырочка. Есть здесь что-нибудь? Витамин. Я же говорю, можно что-нибудь высадить. Так, вот это дерево пнуть, если... Пару раз. Кроме леса, с него ничего не падает. Ладно, не будем бить больше это дерево. Так, еще один камень. Под камушком ничего. Опять кит-бургер. Куст-бургер. Пламя. 25 хп. Ну, неплохо на самом деле. Ну, еще и ожогом сверху. Вот. Еще на 10. Ну, и давайте еще одно пламя, и он это не переживет. Он проснулся не успел, мы его уже завалили. 12 очков опыта у двоих. Так, уровень повысился до пятого. Жизни и способностей повысились. Острая ветка. Ну-ка. Что за острая ветка такая? Так, а кому эта острая ветка нужна вообще? Ну, понятно, ее можно тут потолкнуть. Какая птичка оттуда улетела только что? Ну, здесь ничего нет. Ух ты. А с разбега камень дальше летит. Так, на нас кто-то напал. Опять этот куст-бургер. Так же пламенем его дальше. Мне вот интересно, у нас способности это хватит. Дожить до горы, как таковой. Ну и все, ему хватит. Он отжил свое. Опять не успел даже проснуться. Так, вот типа пять хэппо... Ой, пять мана осталось всего. Ну, у нас уже 240 монет. Так, под камушком, под этим ничего нет. О, под этим камушком что-то было. Есть здесь что-нибудь? По-любому есть. Монетка. Монетка? Что за монетка? Что ей надо? Монетка. А где она появилась? Или нам просто одну денежку дали? А, используется во время рыбалки. Понятно. Это типа блесенка, наверное. 80, за ней хороший сундук, мне нравится. Так, ну здесь все больше нет, ничего. Пойдемте дальше. Так, кустбургер. Дальше его опять огнем палим. Так, ну типа еще на одну эту. А так вот хватит всего маны. Вот была бы у этого, у билу нашего. Магия посильнее. Потому что ожог, он вроде та же магия абсолютно. А что-то хп отнимает меньше намного. В половину. Так, 12 очков опыта и еще одна острая ветка. Так, что у нас здесь? Предупреждение, эта дорога ведет в горе Глаус. Понятно. Спасибо за информацию. Так, ну что? Наверное, в лагере сейчас. Можно здесь где-нибудь в лагере остановиться? О, лагере. Отлично. Так, ну типа разговаривать больше не придется, да? Давай побыстрее. Да, да, да. Я помню. Возвращаемся в сам лагере. Что вы хотите сделать? Да я хочу отдохнуть. Давайте еще и сохранимся. Ты, наверное, закончу на этом. Сохранение. Ну, на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Увидимся позже. Пока.